доброе мирное время суток мои дорогие уважаемые подписчики гости канала вы на моем канале что старой шкатулки сразу хочу сказать спасибо вам мои дорогие уважаемые то что вы подписались на мой канал спасибо вам за доверие постараюсь не ударить лицом грязь как говорится новое видео сегодня у нас хотел показать вам немножко медных монет царской россии вот такие вот пятаки смотрите какое коллекционное состояние пятака вот эти 1777 год смотрите какое состояние монеты видно все мелкие детали монеты все полностью рассматривается гурт все есть 1777 год массивная большая царская монета это 5 копеек и катерины вот такое вот состояние ребятки посмотрите сами 1789 вот смотрите тоже состояние бомба-ракета отличном состоянии монет может быть телефон не передает всю эту красоту конечно но извините есть то что есть мои дорогие вот такой вот такая вот вот такой вот пятак 1790 год тоже состояние юрий победоносец видно крылышки все есть в отличном хорошем состоянии пакина все все видно вот такой вот двойной удар пятака вы видите сами видите вензеля парные вензеля вот тут тоже смотрите видите два орла просматривается надписи неровно выбиты то есть это или же перечекан или же я думаю что ну скорее всего это двойной удар монеты потому что она такая и большая и тонкая два раза просто шлёпнули ее христовичок ребятки сметику христовичок 5 копеек 1727 год состояние тоже отличная хорошая патинка все как надо вот такой вот пятачок 1769 год тоже в отличном состоянии вообще ребятки если вы находите такие вот монетки вот такие вот медные монеты где-то на огороде или где-то приземельных работах там покопали картошку или фундамент или еще что-то или ваши друзья находили такие вот монеты желательно конечно если вы не знаете не чистить потому что если вы их почистите неправильно монету вы просто-напросто испортить и уже ее положить в альбом в коллекцию это невозможно уже будет потому что монета уже будет спорчена никаких уксусов никаких асфальтов никаких кирпичей не нашли не нужно ее тереть до дыр до блеска потому что считают что это красиво если она будет очень сильно блестеть нет монетка должна быть в патине в родной патине вот как вы ее выкопали на огороде ли нашли вы должны ее просто-напросто помыть проточной водичкой смылом и все и вот эти вот монетки будут радовать ваш глаз и радовать ватка коллекционеров нумизмата но вот такие вот деньги тоже перечеканчики ребятки это с петровских копеек уже пошло тоже вас 1735 год видите сами вот такие вот монеты вот видите да надписи вот копейка вот все видно на ней на этой монетке вот такая же самая 34 тоже смотрите видите надписи вот пошли по по монете по гурту гурт все как есть 1737 год ребята вот таких 5 копеечек смотрите какая красота 5 копеек 1700 1866 год я екатеринбургский монетный двор вот такая вот орел и копейки серебром массивная большая монета николая первого смотрите тоже в отличном состоянии потом еще вот смотрите такая водка 3 копейки серебром 1844 год тоже отличным хорошим коллекционном состоянии смотрел корона все видно просматривается все как надо это полушечки полушечки перечеканы с копейки христовика москва тоже вот такие вот смотрите состояние какое хорошее состояние их коллекционная это конечно не вся коллекция которая у меня есть это так я немножко взял показать вам сегодня потому что меня просили показать монетки какие есть следующий раз покажу какие серебряные есть у меня царские монеты среди это уже тоже катериновские катерина елизаветовская 1759 это с копейки орел в облаках вот такая вот монета вот эти видите сами вот вот его переворачиваешь видите вот туда же видно вот это облака и тут орел и вот видно даже смотрите видите вот крылья орла вот тут есть просматривается вот такая вот тоже это екатериновская смотрите какая какой вензель тоже или же это двойной удар но мне кажется что это нет это не двойной удар такая вот монетка смотрите это тоже перечеканчик такой ну и такой вот тоже интересный 1765 год состояние тоже отличная там это у меня уже очень давно собирается некоторые я сам находил на огородах когда ездил село к бабушке собирал такие монетки некоторые я покупал конечно потому что металлоискателей у меня нету копом не занимаюсь приходится покупать все уже у людей которые занимаются копами лежит тому себя в клубе покупаю монеты как бы немножко сейчас на второй план перешли так как начал собирать фалеристику больше как бы фалеристика привлекает уже меня все ребятки вот такие вот такой вот у нас сегодня получилось короткое видео вот такой вот обзор еще раз спасибо что подписывайтесь на мой канал смотрите ставьте лайки комментируете всем мира добра хорошего вам всем настроения удачи до нового видео до новых встреч ребятки пока